Доброе-доброе-доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Хорошо, значит здесь Висп Дазл Вишдоктор. Мета, конечно, просто поражает своим разнообразием. Ну и задумались секреты команды Вичи Гейминга. Кто бы здесь мог быть? Кого бы могли брать по Дандаинга? Не тех ли, кого берут всегда? Может быть. Ну что, ждем, наверное, бан антимага против Гирокоптера. И ПЛ тоже, по идее, должен отлететь в баню от команды Вичи Гейминг. Ну, опять же, это вопрос времени. В принципе, Гирокоптера они забрали. Мейнкерри у них очень плотный, хороший. И тот, который, естественно, каждый раз берется. Лешак и Гирокоптер, по-моему, нон-стоп антимага забанили. О чудо! Командович Гейминг банит антимага и... Квапу не вижу в бане, кстати, удивительно. Пора Клоудам задуматься об этом. Квапа в баню. Должна отлететь или Темплар Оссасин. Или Шторм Спирит. Геро. 5 секунд времени. Распредrukтова по ПЛ. Распредвивая время. рубик вот кстати поинтереснее кладов рубик в прошлой игре файна рубики просто великолепно отыграл на самом деле без шуток и во многом именно такие вот персонажи как фай как не фенрира конкретной fight по что игре нормальное пространство для фарма создал хао и хаос мог выформить все необходимое квапа вот появляется сф веке их вам вообще не стесняются брать медлейнеров и распихивать их по разным линиям сф будет стоять медлайн скорее всего от ваты аква по я думаю это вряд ли тернал энди для эндвит скорее всего возьмут фантом лансера папа скорее всего отправиться на сложную линию под руководством bone 7 но вич и гейминг не брали себе еще мидера по идее темплар ассасин или шторм спирит шадов финда должен унижать тоже кстати посмотрите как сильно ограничивается выбор теперь папы нет шторм спирит или темплар к темплар к ли шторм спирит и и выдумывать вич и гейминг это понимаю ничего не будут я просто даже удивляться наверно будет нечему ну я не знаю готов поспорить что это будет либо шторм либо темплар ассасин если команда вич и гейминг меня удивит вообще флэймить не буду в сторону меты близко даже сен дарксир в пике команды вич и гейминг сейчас клауда кстати своим если пятым пиком вич и гейминг медиана не заберут клауда упростят абсолютно задачу коллективу вич и гейминг забанив там шторма или темплар q а и тогда уже варианту вич и гейминг будет колоссальный брать того кого не забанили мы пока не вижу героя для eternal envy от клаудов вряд ли это будет все-таки клапан папа скорее всего отправиться на сложную линию пл а что думать пл там уже доберем пуг науклаунной но это интересно не так что совсем но поинтереснее чем было до этого пик от команды вич и гейминг там пларка шторм 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 шейкер от команды вич и гейминг ну и все давай теперь вот темпларка и шторм если он там не появится вообще дольше не буду не буду больше выдумывать ничего и какие-то там язвительные комментарии отпускать ну и 45 секунд у клаудов ребят все очень просто вы же знаете результат банить и там пларку они берут шторма банить и шторм они берут темплат вайпера банят да тут я конечно половине восьмого утра утратил все свои способности что-то предполагать и предсказывать не заванговал ни единого хотя еще не конец кстати еще 5 пик у команды вич и гейминг медленера все равно то придется брать а у клаудов что здесь у клаудов не вижу мейн керри вероятно будет керри скорее всего саппорт хотя в принципе пугно и как керри достаточно уверенно себя чувствует и нави в свое время отжигали было время кстати нави и правда отжигали клокверк от клаудов вопу увидели в руках интернолейн как я понимаю на легкой линии клокверк сложную казалось что уйдет команде вич и гейминг плате кирот клаудов вот это папчик набрали калуда прям супер папчик вот клауда удивляют тут уже как-то за них хочется топить разор может быть штурм спирит думаю все таки снайпер да ладно да ну нафиг вообще да дух откуда снайпер как с каких вообще заходи раздевайся с незапамятных времен просто пик супер забирает себе снайпера вич и гейминг по олдскулу пошли это как олдскул там четырехмесячный наверное трехмесячной давности но все равно ого-го снайпер просто тут стол заказов какой-то на русском радио снайпера выбрали вич и гейминг супер будет играть на нем шейкер это фенриер айс 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 будет играть на дарк серии файд в интервиверный хао это гирокоптер нормально более-менее как-то более-менее поинтересней должна быть ситуация ну и пожелаем удачи командам клауд дама нам понадобится в одном шаге от вылета тут у них ситуация не самая приятная винтерн виверно the fire хао забирает себе гирокоптера супер идет на мид лейн на снайпере айс 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 дарк сир и фенриер будет играть на шейкере со стороны команды клауд найн терна лэнви забирает себе квапу будет формить на ней ноутейл будет играть на андайинге пугна и это мизери фата играет на шадов в индии и и и и и и bloodseeker это бон севен нормальный такой пик интересненький здесь нормальный пик снайпер снайпер тут за тамбу скорее всего будет отвечать за разбивание ее пока файт не организовался еще ну хотя команды близко друг другу ходят поймать никого не поймали винтерн виверн уже ждет понастреливать дикей уже провязал один раз и ноутейл царапнул виверну ну и атошу все команды расходятся по своим лайнам фенрир пока еще на шейкере стоит на мидлейне но он будет некоторое время здесь конечно маячить этому еще под надоест нам шейкер по идее постоянно должен спамить по хвате как мана есть а снайпер будет расстреливать его ну блин так давно не видел снайпера никогда не не думал что соскучусь по этому тухлому герою которого нифига в принципе нет хэдшот тэйк эйм и все и просто стой бей на месте не двигаясь дальше конечно шрапнели момы интересно вернулся снайпер но вернется ли все остальное так и тернал энви разваливается хао тоже скорее всего может в таверну отправиться нет хао уходит лох и пешный конечно но хао выживает фб забирает командовичи гейминг игрокоптер уже с первым фрагом ну поздравляю командовичи гейминг вырывается вперед по фарму супер на мидлейне 5 на 1 у фаты 5 на 0 фата в порядке в этом вопросе хао пока без крипов eternal envy 4 1 но eternal envy умирал у нас вот что поделать надо платить как-то за крипов супер уже начинает мучить потихонечку шадов винда рэнш атаки достаточно большой ну блин супер просто не даст фати фармить тут слейф мидом мне кажется стопроцентной а дарксир вот айсайсайс 700 голды на руках скорее всего ботал себе сыр будет сейчас приносить bon 7 в это время 9 на 1 кстати чуть ли не топ крипстат на карте супер разве что проигрывает так интервью верн понапроседала по хп файт от дикие страдает да все страдают от дикие ну и в лесу ноутейл начинает наваливать по фенриру ноутейл кстати может и забрать его ноутейл этапка нету фенрира тоже его нет дальше ноутейл тамба есть если поставил тамбу кстати мог бы забрать шейкера но не рискнул морталтонбаум ноутейл не золотая конечно но тоже знаете ли с приколюхами вг 500 по голдей по экспириенсу в ноль идут команды артик горд ушел от фа ноутейл надо ставить том стоун чем хорошим так закончится съем манга поставил том стоун что думать нет но тэйл просто отходит нервишки у него вообще не шалят спокойненько с покерфейсом развернулся и ушел у снайпера уже два в рейс бэндон просто по хардкору пошел стать два рейс бэндон наверное фейсбуц и будут тоже у супера айс 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 600 голды на руках есть тапок завел крипов далеко фармит хорошо всего айс айс айса 18 на 1 он чуть-чуть отстаёт от супера и 18 на 4 бон сэвен кстати фармят очень ровно на собственных лайнах что айс 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 что бон сэвен бон сэвен приобрел себе тп и фурман шилд пока никуда не летит прилетает ноутейл на нижней лайн здесь файт у нас а снайпер в это время забирает фату просто фенрир вышел поставил офисуру шап нелли от снайпера ну и к этому все шло 20 же впереди команда вичи гейминг 430 голды заработали за фат у фата сливает потихонечку мид один фраг на нем так конечно критичен но в общей пачке это все плохо скажется на экономическом здоровье команды cloud nine эта комбинация шейкер плюс снайпер она в общем-то постоянно использовалась спамилась снайпер или тролль троллили снайпер шейкер туда тоже заходил фиссура делала свои дела здесь несколько стаков или это да здесь еще один усастой а если сайт начинает пупать и наваливать ульта по нему и фата по моему рассыпется так и получается снайпер забирает этот фраг 30 счет все обычный снайпер сейчас решит всю доту него уже тут по нотворцу все должно быть великолепно 2 600 у супера против 1500 от фаты на и сэфе он сэвен бежит быстро а куда ты шапнет под ноги так шейкер в это время лоу хэп бешный все у нас файт внизу это на лэнви отсюда упрыгивает хао начинает тут просто гнить под там бой тамбу разбили и на эфай аэтерна лэнви еще один прыжок по идее должен убивать здесь в колден брейд сбросает себя эфай крик на него ну и по идее сейчас забьют его нет кюзает стики но это уже так напоследок фенериру не подсейвил свой тиммейт а счет становится 4 3 команда cloud 9 нормально здесь подзаработала снайпер правда конечно не сливался у снайпера в топ нет ворс как был так и остается но факт остается фактом насливали вг хорошенько вг полторы капу золоту и по экспириенсу в ноль вичи гейминг но это что за покемон что это за красная . в пространстве где-то так это надо смотреть заблизи наверно нет все ушла . закончилась айсайс на дарксире уже есть сол ринг уже есть ботал стал шилд бутов спит бон севен понял что где-то у него что-то крадут крадут из леса все ну и по идее тут фарм растет для дарксира ему даже для этого ничего не надо делать 160 голды сейчас 180 190 здесь крипы просто вы видите что с ними происходит на тон и дарксир с не своими руками все через айншилл делается очень даже удобно подморозила немножко андайинга тернал энвид тоже нахватался от артик берна но и полу пассивная на самом деле дота 1000 голды вгм и экспириенс в пользу команды cloud nine супер продолжает фармить на миде его есть рингу факвила рейсбэнд есть приобретать пт супер стоял втыкал что-то ничего не покупал кстати ну тут в принципе можно предвещать смело я думаю mom на снайпере под шрапнель заходит четвертого левела шрапнель значит снайпер будет бить еще и подмома бон севен лохопешный на подсейв к нему никто не прилетает хотя ты по этому был ну и блат сикер начинает отхиливаться под собственным табором сикера есть такая особенность кстати блат сикер у нас пассивку в 4 прокачал на случай если где-то падиться придется а если сейчас просто разварить будут 7 у него есть вакуум и все севен отваливается по крайней мере должен не отбежит бон севен бежит естественно дарксир тоже здесь будет бегать он севен доигрался а если сразу же ты паут отсюда маны не было хп не было что там в принципе ждать вступить смысла никакого фата 020 пока что нет пт у фаты у eternal n виттерновик саде под маком то пошла у нас от снайпера это все минус пугна на мид лейне ну и продолжение до избиение команды клауд на и прошлом матче тоже кстати очень круто начинали в г а потом клада и как опрокинули вверх ногами а потом в г как расформили спектру сейчас как конечно больше веры у меня в командович гейминг они по стабильнее мне кажется да и просто по по скилловей по вопросам каких-то индивидуальных возможностей индивидуального скилла сандра так рейдинг смирал сандра так рейдинг страниц сейчас фильм верно идет интернал энди соник веке то есть кустов просто на хлопу представляете вы мимо проходили такие вопли из кустов меня вообще перекосило ну тут и перекосило фенрира 16 секунд восстанавливаться будет шейкера очень быстро сдуло квапа тут вообще не пожалела своего оппонента 6 4 становится счет клауда 450 по голде поднимают а где снайпер айс 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 уже с фоллов реплику вакуум первого и влайн шел четвертого и второго левла серж снайпер ушел фармить на то плейн у него по идее ему уже должен быть готов нет не готов где там хау кстати хау на герокоптере и у него летит аквила снайпер первый по крипам у снайпера 3-0 кда так что тут конечно вопросов к суперу никаких он первый по нетворсу да и вся команда вичи гейминг все три кор героя первые по нетворсу и курьера запинали команда вичи гейминг или размонтит все таки курьер то просто устраивает сафари какой-то на курьера команда в году должны добить да не должны никому ничего курьер улетает в кусты афигеть как долго тут пинали бедняжку дая стоп тава из андер атак лисичка чуть не на отхватывала с каким-то вонючим айрон бреншем летел курьер и чуть жизнь это ему не стоило уже готов баклер есть хедрес у тарксира и в скором времени скорое время это через 550 монет у сыра появится мега 2000 золото вичи гейминг и экспириенс чуть больше чем 800 вг уже на топ-лейн есть mask of madness для снайпера девятый левел шапнет четвертого т.к.м. третьего отпускать никого не должен в принципе так в это время он дает у нас высыпается на нижнем лане минус 2 делает команда вичи гейминг хао через кулдаун тамбут тоже развалили ну блин тут просто такая жестяка творится с командой вичи гейминг их выносят очень быстро снайпер там в это время спушивает tower на топе ну и mask of madness у супера есть он тут просто охладить немножко команду cloud nine олдскульной метой все думали что это уже моветон поздновато как-то брать снайперов или троллей например не тут то было что до финдов просто поздновато брать 85 счет фг 3к по голде даже больше три с половиной по экспириенсу полторы радианс bottom tower is under attack так у нас выход на нижний лайн от команды cloud nine фото цепляет ну и здесь фото просто раз носят на куски мизери тут даже там буско лицо тоже будет разбивать сначала убили вард потом пора убивать там буквы да нет бунт 7 пришел он готов файтится здесь просто разбить надо на зерва вичи гейминг на зерва трассы и паса бунт 7 начинает огребать от хао пока что размен 3 в 2 бунт 7 подсловили его ульта от снайпера бунт 7 приехал гирокоптер забирает этот фраг файт 4 в 2 12 7 в пользу команды вичи гейминг клауда по моему сыпятся полтора ка в пользу вг 200 по экспириенсу ну они знают чего хотят от этой игры взяли героев которыми умеют играть не стали ничего выдумывать клоу дам огромное спасибо честь и хвала что стали выдумывать а вот но не зашло идеи надо было агрессивно себя вести а не ждать когда что-то там где-то у кого-то появится как теперь просто в терминатора превращается у него есть band of all-in skin the game 4-го левела бондовин скин на яшу конечно же снайпер сейчас будет сашей яшей у него есть mom рейсбэн так вела тут немного надо сайперу чтобы идти просто выносить вперед ногами айс 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 в то время уже смекой обычный тапок у него соло ринг есть винтерн виверн с транквилл бутсами сэджмас кстати куда думаю вот сюда ну и дефают свой тавер игроки командович гейминг просто так не отдают здесь супер про рецепт на яшу и практически готова яше 70 голды остается супер хау уже есть сэндж ну снайпера есть яша что это за шуточки пошел врыв от его я ульта пошла по мизери мизери лох и пешный он сэван тоже лох и пешный побежал darksir не добегает хотя в вакуум 4 левла че ускорился бы немножко и все команда клоуд наин задавлена и уходит бедняжки в депрессии отсюда подальше летит уже яша суперу в это время хау на гирокоптере ему немножко до сэнджин яши остается 600 голды на рецепт яши и все блейдов лакрити уже имеется 5 золота 5 по золоту в г и 2 с копейками тоже они плотикер приобретает себе blade mail это какой-то агония какая-то от команды клоуд найн тебя почему бы и нет айс 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 тяжко супер на лэнвий на етерна лэнвий точнее хаула очень быстро через дракет бараш разбирает это на лэнвий 13-7 здесь клоуда попали в неприятную ситуацию естественно им самим это неприятно да и неприятно смотреть как клоуда мучается 16 минут с половиной сыграна порядка 6 к я думаю в г будут после обновления графиков и стайпер методично кускок за куском отрывает от команды клоуд найн подпушивают забирают товара пора в принципе выходить на мид лэйн потому что стоит навязывать файты команде вич и гейминг у них есть преимущество и они об этом должны знать и не только по фрагам да и вообще по фарму они это прекрасно понимают являются артефакты у гирокоптера у супера по таймингу они тоже ориентируются всем понятно что здесь партифактам что-то фенда есть хедрес у шаду фенда есть баклер и мека готова для фаты эстерна лэнви на клопе агр клап 830 голды ничего особенного клопы нет влад сикер медалина в кураж себе пытается собрать blade mail у бонцевана имеется она в это время умирает у нас на собственном секретшопе тут уже от стопа кул для хао без кулдауна очень простенько артикберны и все и пошли бить дальше вон севен близко не подходит но и надо драться потому что сейчас этот тавр потеряет потом следующий потом еще один а потом не заметят как по хайграунду будет ходить команда в г свободно и доходи до трона файна виверни приобретает себе урнов шаду как это было запланировано у снайпера 1000 голды на руках скоро появится сэнджин яша удар ксера по прежнему а нет грыжный этапа каркан бутсы мекка ботал из соу ринг есть у него здесь мы заберете 750 голды сверху хао после саши яши и шейкер пока еще без даггера фенрира есть ранки логуцы соли ринг 900 голды на руках у шейкера начинает свипаться немножко тавр вай в принципе колден брейс его есть какая крутая стяжка получилась от команды вичи геймер просто разорвало всех бон севен бедняжка лох и пешный все на стену все кто стоял три героя было все три оказались на стене если это под кулдауном хао ну блин просто офигеть и геймер здесь показали ради чего это комбан вообще пролазь что они хотят с ней делать 1300 по голде 2200 по экспириенсу и они уже по идее клоудов не отпустят 20 минут 10к преимущество по золоту многовато как-то амфин рир просто успокоился фиссурой говорит стойте смотрите финрир хитрозады как у я провязал тотем стоял ждал супера забрал сашу яшу или не забрал нет все саша есть уже у снайпера десять тысяч с лишним в г по золоту и пять с лишним по экспириенсу можешь убрать слоу мод ребята вроде не было я не включала кроме меня некому ну окей за шум и знал вонга и сломать что нормально все постите свое видимо автоматически может такая фигня встречается там ба стоит на хэграунде команды клоунной но ты лох и пешки на уставе и одно мизери еле-еле здесь стоит но и здесь очень неприятная для мизери стенка фата тоже в таверну это минус 4 а я бы теряет фата супер просто стоит и настреливает фата сейчас распилят пополам это уже минус 5 с учетом потерянного эгиса ну и команда вичи гейминг просто забирает по сути четырех героев все это дралось под там бой все вот это что мы наблюдали все это под тобой происходило но для них это не проблемой стало уже приобретает себе шейкер даггер фенрир с даггером ну и 2к выиграли по голде 3600 по экспириенс у команда вичи гейминг где-то сейчас должна идти по идее эту игру заканчивать у снайпера после мома из энжин яша 1300 на руках клауда решили пофайтиться как я понимаю смуг приобретает блатсикер у него есть медальюнов кураж есть блэйдмейл жалко конечно смотреть как команды вылетают из турнира eternal envy ловят ульта от фай моментально съедает у нас eternal envy тут мейн керри команды cloud nine просто якорным получается 55 квапа 0 5 сф блин 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 что вообще это такое 0 5 сф идет как же больно здесь хватит он старается как-то укрепляться там комплектовать себя в хп ну ничего то толком не получается во первых на медлэй не загнали потом сейчас еще вымешивают здесь какой маленький зевс какой маленький и какой нелепый где взгрузки по поводу команды cloud nine на интернешнл и под номером у айса уже появляется ходов дефенс сыр скорее всего будет пайпов инсайд здесь собирать на дефэн на худе не остановится супер настреливает т2 у него есть все варианты для эскейпов просто развернуться уйти и проезжать тп аут но супер никуда не уходят вивер на припитаете даггер eternal envy еще раз ловит и не выпускает никуда его супер одной ультой ограничился шапнель бросил руки не бил ульту дал там же весь контроль от фенрира был эхо слэм не пожалели ну и eternal envy в который раз уже 56 счет у него тоже несчастный абсолютно и фата пытался сплитпушить здесь до этого не дошло один так не разбили мизери через nether blast мизери стяжка ульта от снайпера мизери лоу хп выхиливает его фата были ну сложновато конечно клоудам но вичи гейминг по идеях не должна отпускать 14000 золото 10000 экспириенс больно смотреть на сф а кстати во всей игре команды cloud nine вот фата как-то впечатлял меня остальным было очень много вопросов как-то скучно нудно и все не по делу фата в такой неприятность попал тем более на последней возможной игре ой какая охренительная стяжка и если там был эхо слэм сейчас все так бы и рассыпались ну и так половина рассыпалась уже eternal envy на фуая минус 2 делают снайпер лоу хпшный супер нас стреливает супер отсюда уходит нет супер никуда не уходят блатикер его забирает минус 4 от команды клоудная фенрир пешочком отсюда даггер есть даггер аут ух как много денег 5000 клоуда 6665 клоуда зарабатывают по экспириенсу заимели конечно деньжат здесь сто процентов ну и 3100 сразу блатикера и лайн стоит и пока ни одной линии команда dvich gaming не снесла и фата даблкилл в этом файте и у фаты 3400 на руках ого-го запахло камбэк ну да десяти тысяч преимущество сократили командович и димин клоуда но этого конечно мало чтобы переворачивать игру это там не стоит забывать что это неаккуратная игра от того же фенрира в пачке с общей командой вич и геймер то есть пошли драться без окна слэма подумали что и так нормально нет так не нормально теперь они об этом прекрасно знают флай через артик бёрну летает кому тут этот зварда больно айсайсайсу запиливает его потихоньку всем вард разбили бон сэвена появляется метрил хаммер в бкб собирается бладсекер у мизерина пугни есть аркан бутсы собирает себе глимер кейп также пугно хотя долговато до него конечно бладсекер покупает себе бкб бон сэвенс бкб и здесь я смотрю кому-нибудь агонин собирается в бон сэвена поймали ульта стяжка стенка минус 2 бкб не донес ну и конечно команда клауд найн ой клауд найн команда в г сейчас должна заходить на хайграунд и сносить одну из сторон это просто обязательно идти чё-то роковать где-то на других линиях это вообще дурной тон но они пошли на нижнюю линию а вот здесь сильно битый глиф проюзали даже у бладсекер помогает разбили бладсекера 23 секунды еще не будет у нас это на не 1 на бон сэвена фату не ловят командовичи гейминг решилась развернуться немножко да уходит уходит ребята что это такое что за малодушие тут далеко еще что-то не дофармили видимо pipe of inside есть уже у дарксира наверно будут ждать ульты это китай они просто так драки не организовывать если у них нет всего-всего-всего может поэтому они добились хоть и многого неплохой такой врыв от команды клауд найн тамбу поставили на драться с ними не захотели тамбу поставили на зервард ботом берекса рандер атак командовичи гейминг тусит пока на половине карты соперника никуда они отсюда не уходят у них в принципе все хорошо по хп них появляются все ульты и теперь они готовы пойти пофайтиц хау идет первым у него есть бкб у него есть демонедж так стоит на спакухе абсолютно и бладрайт его никак не не колышет хау через флэгкена настреливает оба он сэвену по всем в это время падает барак взялись теперь за милишный сэв появляется даггер у сэв шутка какая-то зачем тебе даггер и сэв еле на ногах скач хау под ультой ждет стяжка пошла мизери ноут эйл все стоят на стене кулдаун от гирокоптера хау бкб и просто на стрель разбивает тамбу хау через две секунды будет флэгкенон ульта от фаты флэгкенон хау не юзай здесь стоит по нижнему барак она пошел фармить центральную линию в пользу вг все равно движутся графики команда колбайн пока перевернуть не может минус 2 сделали вг 850 голды заработали 1600 экспириен барак по нижнему лайну ломает фата на айса ну и здесь через артик бёрн даже фате больно это просто делает фай обычная винтерн вивер с руки напиливать фата в таверну у него нет байбэка нет байбэка оба он сэвена ульта пошла от eternal land и очень крутая фенрир не умирает много героев битвы команды в г но они при этом живые курьер команды дайр еще здесь разваливается команда клоуд най не выдерживает решили что хватит хватит этого терпеть хватит терпеть избиение на интернешнл и под номером 5 и команда клоуд найн покидает интернешнл а коллектив печи гейминг проходит дальше ну и команда клоуд найн выходит на коллектив ами пи феникс на битчиков team empire очень жаль конечно что тим и пайр сегодня не дотащили не дошли и феникс хороший конечно плотный коллектив но надежды на empire были повыше гораздо чем на фениксов ну блин бывает это хоть и кибер но все-таки спорт что друзья всем огромное спасибо что были со мной от начала и до конца этого дня не забывайте подписываться это очень важно заходите в группу вконтакте все наши соцсети ну естественно канал twitch это в приоритете ну и наш сайт если есть желание заходить эта студия игрокам тв при поддержке team empire у микрофона всю ночь и прошлый вечер и сегодняшнее утро для вас работал друг меньше играйте в доту больше читайте книг услышимся сегодня уже вечером до связи